Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 3 декабря 2019 года и у микрофона Леон Вайнстайн. Для тех, кто интересуется импичментом, сегодня Комитет по разведке Конгресса, который почему-то занимался импичментом, скажем так, довольно странно это, представил в Комитет по иерспруденции свой отчет на приблизительно 300 плюс страниц. Значит, утверждая, что Трамп вообще виноват во всем, что обсуждалось на открытых и закрытых заседаниях Комитета. В Комиссии по разведке 9 республиканцев и 13 демократов, что отражает приблизительно количество тех и других в Конгрессе. И голосование было строго, так сказать, 13 против 8, так сказать, что называется, догадайтесь, кто как голосовал. А ни один республиканец не принял участие, не присоединился к демократам. В свое время Нэнси Пелоси, руководитель демократов в Конгрессе, спикер, заявила, что она пойдет на импичмент только в том случае, если часть республиканцев, ну, как в случае с Никсоном, когда это было, тоже решат, что президент совершил преступление. А ни один из республиканцев не решил. Значит, импичмент и обращение, так сказать, требование, скажем, обращение к Конгрессу уволить, значит, выгнать президента, это серьезный шаг. И его нельзя делать просто так, чтобы навредить, скажем, противоположный соперничающий на выборах партии. За всю историю США было проведено три, значит, слушания по импичментам. И, так сказать, это вот четвертое. Доказательства вины должны быть абсолютно кристально ясные. И сам поступок, если такого было, или серия, так сказать, таковых, да, должно быть настолько серьезными, что из-за них имеет смысл практически заморозить жизнь страны, позволить врагам страны за границей, за рубежом действовать достаточно безнаказанно, отложить в сторону все дела, решение насущных проблем, так как то, что сделал президент, так сказать, если, вот, так сказать, происходит импичмент, оно, оно ужасно. И вынести этого, так сказать, до следующих выборов совершенно невозможно. Значит, не очень похоже, что нынешняя, так сказать, ситуация, нынешние действия, значит, демократов оправдываются какими-то, так сказать, поступками, скажем, президента Трампа. Они могут нравиться или не нравиться, с ним можно соглашаться или не соглашаться, но ничего такого, чтобы вот замораживать, что называется, жизнь страны, устраивать всю эту катавасию и тратить огромное количество, кроме всего прочего, еще огромное количество денег, как бы нету. Значит, представитель комиссии по разведке Адам Шиф, он сделал все возможное на самом деле, чтобы восстановить против себя тех, кто, так сказать, не был там либо за Трампа, либо против Трампа, кто еще, что называется, в этой ситуации не решил, с какой он стороны. Значит, он не давал республиканцам вызывать их свидетелей на слушание, не давал им спрашивать вопросы, значит, у приглашенных демократами свидетелей, прерывал их, не позволял, не позволил республиканцам встретиться с человеком, донос которого, собственно, начал весь этот процесс, говоря, это вообще не важно. Это на самом деле важно. Значит, теперь демократы утверждают, что они, значит, раскопали абсолютно неопровержимые факты, явные, ясные, обличающие президента. Если бы это было так, то хоть кто-то из республиканцев проголосовал бы за, с ними. А кроме того, народ, которому, значит, по телевизору показывали исключительно самое грязное обелье, которое только можно было найти, и не показывали вообще никакого противовеса, но даже при этом, значит, не стали бы утверждать, что импичмент Трампа – это надуманная история. Ничего в документах, в записанных разговорах Трампа и в свидетельствах людей, которые с Трампом разговаривали лично, они слушали чьи-то там домыслы или, так сказать, бабьи сплетни, сарафанное радио, да, так сказать, ничего не показывает, что Трамп в обмен на американскую помощь Украине хотел что-то себе. То есть, он, может быть, и хотел, но он этого никогда не высказывал. Значит, наоборот, Трамп много раз говорил во всяких разговорах, в том числе и в разговорах свидетелей, которых, один свидетель, которого притащили демократы, повторял, что единственное, что он хочет от Зеленского – это чтобы украинский президент выполнял свои собственные предвыборные обещания. То есть, борьба с коррупцией. Как я уже много раз говорил, я считаю, что демократы будут бросать грязь в Трампа как можно дольше, а проголосуют за импичмент для того, чтобы поставить галочку, факт, значит, вот, так сказать, мы проголосовали за импичмент, а потом в Сенат не пойдут. Значит, скажут что-то такое типа, это я сейчас работаю, значит, оракулов-привлицателем, но такое у меня есть ощущение, вот, а теперь пусть американские избиратели сами решают и скажут свое слово, значит, вот, идти в Сенат им совершенно невыгодно. Это, это, до ноября осталось, так сказать, совсем немного времени, пять сенаторов, уже четыре, один сенатор, Камала Харрис, вылетел из гонки. Четыре сенатора, значит, бегают, пытаются уговорить, что они самые лучшие, голосуются за меня и совершенно не хотят сидеть на слушаниях. А ничего не делают в то время, как соперники, так сказать, убеждают избирателей, что голосовать надо за них. Ну, ладно, что называется, поживем-увидим. На самом деле, так сказать, раньше, чем, я думаю, конец декабря, уже, так сказать, думаю, что после Крисмоса, если будет голосование по импичменту, раньше им, я думаю, не справятся, хотя все может быть, они могут за два дня быстро все закончить, иначе, вот. Вот, но думаю, что они будут тянуть довольно долго. Значит, ну, а в январе они, значит, объявят, что уже слишком близко к выборам, поэтому, значит, не будем этим заниматься, мы такие хорошие, мы любим американский народ, и вот мы добросали грязи, а отмыться не даем. Ну, окей, нормально, хорошо, закончили, значит. В это время Трамп, значит, во время тех, тех, так сказать, бодяг находится на встрече стран-членов НАТО. Макрон, например, заявил, что НАТО сегодня потеряла способность думать, и, например, один день сражается, значит, плечом к плечу с курдскими повстанцами против ИГИЛа, а на следующий день, значит, позволяет Турции, а члену НАТО, значит, бороться и сражаться против этих самых курдов. Значит, единственное, да, так сказать, понятно, что это был камень в огород Трампа, где они сидели, была встреча, так сказать, тоже называется на фринче, значит, то есть, кроме самого саммита есть еще целый ряд встреч, которые главы, так сказать, проводят один к одному, один с одним, или там несколько их забираются, там группы и прочее. Вот, значит, был один-один между Макроном и Трампом, и, так сказать, они после разговора вышли, а может и перед, нет, после разговора, я думаю, вышли к прессе, сидели, так сказать, все там важные должностные лица, там Помпеев от нас, там, так сказать, там еще несколько человек. И с той стороны тоже, естественно, и вот, так сказать, во-первых, было сделано заявление, а во-вторых, журналисты там спрашивали какие-то вопросы, и, значит, Макрон произнес елейную речь после этого, после того, как он, значит, уколол, значит, самое, ну, чтобы очки заработать в стране, я так понимаю, произнес совершенно елейную речь о выдающейся роли Соединенных Штатов Америки в альянсе, значит, в НАТО. Вот, вообще все это не очень хорошо село, что называется, на Трампа, который быстро рассказал, что надо делать, значит, НАТО сильным не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы с нами боялись воевать. А действовать надо умно и экономическим способом, экономическим давлением, а не оружием, потому что когда оружием, это уже самый-самый-самый последний, что называется, метод убеждения. Значит, Франция, являясь одной из трех в мире самых больших, серьезных экспортеров оружия, конечно, хочет, чтобы, так сказать, их оружие использовалось, и покупались, так сказать, все новые и новые, и новые, значит, пушки, там, ракеты, самолеты и прочее, и, кроме того, боеприпасы. А боеприпасы, извиняюсь, во время войны покупают. А за три года моего давления на НАТО, сказал Трамп, страны-участники, значит, начали вносить больше денег. На самом деле, внесли 131 миллиард долларов, так сказать, в эту кассу больше, чем они бы внесли, если бы вносили так же, как они делали это во время Обамы. И подписались еще под 400 миллиардов долларов, которые они обязаны давать в соответствии с тем договором, который, так сказать, НАТО, Альянс НАТО подписал договор, значит, все в себя, в свое вооружение и тому подобное вкладывают как минимум 2%, вот-вот. Америка вкладывала 3 до 4,5% все эти годы. Вот, потому что, сказал Трамп, Европа должна думать, значит, о самой себе, значит, должна думать о своей обороне от русских, а пока, значит, они не делают этого, надеясь, что мы будем защищать, они тратят, так сказать, деньги на свою собственную социалку в то время, как мы эти деньги забираем у нашей социалки и, значит, вкладываем в армию для того, чтобы защищать не только себя, но еще и Европу. Не совсем честно это происходит. Вот, Макрон в состоянии, так сказать, нервов, так его экономический Трамп, значит, начал прижимать, воюя не только экономически с Китаем и Ираном, но и с Францией, вообще, так сказать, с Европейским Союзом. Значит, они пускают на рынок американские товары, так сказать, либо с высокой почтой, либо, так сказать, что-то запрещаем, выпускаем французские товары, так сказать, практически легко. А, значит, поэтому Трамп предупредил наших французских друзей, что наложит на 2,4 миллиарда их, так сказать, импорта, их экспорта, импорта в США, налог в 100%, что, естественно, подорвет экономику Франции, ну, я думаю, там, за один день, а может быть и быстрее, чем за один день. Значит, Макрон не может сказать или что он снимет пошлины, значит, с американского импорта во Францию и экспорта нашего, да, потому что он потеряет голоса фермеров. Но, с другой стороны, он не может не снять эти пошлины, потому что иначе Трамп ввергнет страну, значит, в абсолютно экономический хаос, который, конечно, приведет к хаосу политическому, и Макрон вылетит из Версальского дворца быстрее, чем пробка, из шампанского. Вот, в конце пресс-конференции кто-то из журналистов спросил, а что вы будете делать с захваченными, значит, бойцами Айсис? Макрон говорил 7 минут, он лично, я ничего не понял из того, что он сказал, но я решил, честно, что это из-за его акцента, что я просто не догоняю, никак не мог врубиться, о чем он, собственно, говорит. Вот, и тут я услышал, значит, что Трамп сказал, мой друг Макрон, отличный политик, он умудрился говорить 7 минут, за которые сумел ничего не сказать. Я думаю, что у Макрона будет легкий, но обширный инфаркт, я думал, в этот момент. Вот. Теперь была, так сказать, еще одна интересная встреча, то есть было много встреч, но, так сказать, вот сегодня была еще одна интересная встреча с канадским Трюдо. Трамп, значит, высказал еще одну интересную идею, значит, он сказал, если вы, господа, годами не платили оговоренные суммы, не вносили в вооружение, там и тому подобные определенные суммы, а мы за вас это делали, то вы там должны, и должны не только вперед, мол, будете вносить, а должны еще за то, что вы недовносили, и что это достаточно много миллиардов долларов. Значит, мы можем простить бедным странам, он сказал, но вот, скажем, Германия, я думаю, что немцы в этот момент напряглись, она платит 1%, у них полно денег, а, значит, они платят половину того, о чем они, так сказать, подписали, что они будут платить, да, значит, мы должны с них получить недоплачено. Вот, у нас в Германии есть договор, сказал, на бумаге, если они откажутся платить по счетам, придется вводить пошлины и на них тоже. Вот, в этот момент, я думаю, немцы, как один, значит, присели, а журналисты присели тоже. Значит, а как вы хотите, чтобы Германия, там, и другие отдали это за должность? Все сразу? Нет, сказал Трамп, подумав, можем поставить их на программу выплат. Вот, при этом Трамп повернулся к Трюдо и спросил, а вот, кстати, как там у вас, сколько вы вкладываетесь на сегодня, значит, и вдруг Трюдо превратился в такого проведившегося подростка, значит, который начал отчитываться перед учителем, что мы вкладываем, мы сейчас увеличили вклад на оборону на 70%, мы в новые самолеты вложили, тренируем летчиков, они совершенно не тренировали никого, деньги жалели, никого не тренировали. Мы обновляем наши военные, там, так сказать, корабли. Молодцы, сказал Трамп, вы поняли, как это важно, и вы исправляетесь, значит. Я думаю, что европейцы абсолютно в состоянии шока и паники находятся, значит. Все предыдущие президенты американские были политиками и говорили политическим языком, то есть пытались ничего не сказать, да. Трампу жаль на это времени, значит, и он даже на этих пресс-конференциях, которые сделаны всегда были просто для того, чтобы там посидеть, красиво, пожать руку, ответить, так сказать, на какие-то вопросы журналистов, там, так сказать, что-то еще, покрасоваться, там, так сказать, да. Трамп вдруг начал превращать эти пресс-конференции в дебаты. Значит, он обращается к сидящим рядом с человеком, спрашивает у него вопросы, требует ответов, говорит, так сказать, что, говорит, ты сейчас, говорит, 7 минут разговаривал, ничего не сказал, черт-то мы здесь с тобой сидим, это все это время, так сказать. Да, без меня это, мол, делай, вот. Он совершенно не выносит, похоже, когда просто так требуют языком. Трампу не возразишь по фактам и по требованиям он абсолютно правдность, но по форме он чужой, то есть он опасный, он требует ответов, он требует конкретности, а вот как раз вот конкретности политики и бюрократы очень не любят, вот. Ну, ладно, так сказать, давайте под конец, значит, еще одну короткую тему, перенесемся, значит, сейчас в Москву и, значит, в России тоже происходят всякие интересные дела. Путин подписал закон о преследовании тех, кто делает перепосты заграничных, скажем, СМИ, да, или вообще высказывает мнение, которое, так сказать, можно сказать, что оно пришло заграничиться, но на самом деле просто которое не нравится, так сказать, ну, скажем, правительству, бюрократам, там, выборным лицам, кому-то еще. А новое кодовое слово – это, значит, ин-агент, иностранный агент, который заменил о собой, значит, при сталинизме было слово, значит, враг народа. Ну, значит, оно то же самое, значит, пока что сажать будут за это дело, но потом, я думаю, будут посылать там всякую колыму, там прочее расстреливать, или там тихонечку умыкивать куда-то там, и люди будут пропадать. Я сейчас подбираю материалы и поговорю об этом интересном законе, вернее, о группе законов, которые возвращают любые недовольные разговоры, значит, обратно на кухню, как-то было в моей молодости, как в СССР. Но, кстати, вот хочу предупредить, что и на кухне, начиная с июня 2020 года, будет тоже опасно разговаривать, потому что, в отличие от Советского Союза, значит, на все завозимые в Россию и произведенные в России гаджетс, то есть электронные всякие, там, телевизоры, телефоны, там, смартфоны, имею в виду, смарт-телевизоры, там, и тому подобное, может, даже утюги, а Алекса, там, так сказать, все, что угодно, да, вот. Будет, значит, ставиться произведенная в России, там, кашперскими, если не ошибаюсь, а, значит, специальная программа, которая будет заниматься прослушкой и передачей, куда надо, значит, всех разговоров, совершенных в пределе слышимости микрофонов этого гаджета. Кстати, предупреждаю сразу же, что когда вы думаете, что телефон, скажем, выключен или телевизор, а микрофоны работают, продолжают работать вовсю точно так же, значит. В общем, добро пожаловать в 1984 год Орвелла, который ошибся на 35 лет по срокам, но был абсолютно, абсолютно прав по теме и сути. Добро пожаловать в Зазеркалье. На этом все. До следующих встреч.